МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Глава Чуваши Михаил Игнатьев и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев обсудили вопросы развития сельского хозяйства. Храм знаний Чувашия вошла в число регионов России, которые получат аванс на строительство школ. Командный дух. Завершились игры Республиканской школьной волейбольной лиги. Глава Республики Михаил Игнатьев встретился в Москве с министром сельского хозяйства страны Александром Ткачевым. Речь шла о перспективах развития агропромышленного комплекса региона. Михаил Игнатьев отметил, что индекс сельхозпроизводства в 2015 году вырос почти на 8%. В 2016 году также регистрируется рост показателей. Михаил Игнатьев сообщил федеральному министру, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2015 году была увеличена на 2,7% и составила почти 575 тысяч гектаров. Кроме того, муниципалитетам дана задача в течение двух лет ввести в оборот все неиспользуемые земли сельхозназначения. Эти меры позволят увеличить урожай зерна, овощных культур и территории пастбищ. На встречу зашла речь и о развитии молочного животноводства. Касаясь молочного животноводства, проблему вы и так знаете. Хотя у нас тоже по голове падает, прежде всего, в личных подсобных хозяйствах. И с учетом того, что мы с начала реализации национального проекта развития пока привлекли 25 миллиардов рублей, это огромные средства. Советские первые тремени даже не поддерживали. В этом году, тем более, сельхозяйственный перепис. И по платности и возвратности очень высокий уровень. В Чувашии уже работают в этом направлении. Создаются новые животноводческие фермы, улучшаются качественные показатели. Средний надой от одной коровы составляет почти 5000 килограммов. Александр Ткачев отметил активное участие Чувашской республики в реализации программы импортозамещения. Идет постоянный поиск инвесторов для реализации перспективных проектов. Вы получаете в полном объеме и субсидии. По новым проектам касается молока, овощеводства. Это, конечно, и так называемый капекс, капенсация капитальных затрат, которые, в общем-то, многие проекты сделают окупаемыми, интересными для бизнеса, для инвесторов. И то, что вы делаете ставку во многом на развитие фермерских хозяйств, лично-пособных хозяйств. И для нас молоко, производство овощей, производство плодов, мясо КРС – это наши приоритеты. И я уверен, что Чувашская республика в этой части будет в передовиках, как, собственно, вы были до этого достаточно очень активными. Поэтому можете рассчитывать на поддержку Министерства сельскохозяйства. На встрече также были обсуждены вопросы проведения весенних полевых работ и уточнений бюджета господдержки сельхозотрасли республики. По уточнению 2016 года, агропромышленный комплекс в Российской Федерации сегодня является приоритетной отраслью. Поэтому дополнительные средства, какие будут выделять в этом году, включая даже хмелеводство, для того, чтобы по экономически значимым программам мы с учетом тренда на импортозамещение начали увеличивать и качественные показатели, и объемы производства химели. Я нашел полную поддержку. На самом деле, сельхозтоваропроизводители Чувашской Республики работали, работают и будут работать эффективно. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Михаил Игнатьев в рамках рабочей поездки в Москву встретился с президентом компании «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Разговор шел о дальнейшем сотрудничестве. Мы договорились провести рабочую встречу с заместителями, и мы приедем с своими министрами, может, даже руководителями организации, презентуем для того, чтобы дальше посмотреть, на каких отношениях мы будем работать. У нас есть возможности на взаимовыгодной основе сотрудничать, есть факты, есть итоги. И кроме этого, с учетом актуальности темы тренда импортозамещения, сегодня наши организации производят новые товары, инновационные товары, а российские железные дороги – огромный потребитель этих товаров. Цена и качество – это ключевые параметры, о чем мы должны дальше обсуждать. Сегодня прошло очередное совещание с правительством Республики. Говорили о капитальном ремонте, работе бизнес-омбудсмена в прошлом году и дополнительных ограничениях для курильщиков. Обо всем по порядку в нашем репортаже. Представьте, жители того или иного дома сдавали деньги на капремонт в так называемый общий котел. Но затем решили создать специальный счет или наоборот. Со спецсчета решили перевести накопленное региональному оператору. Порядок передачи документов и информации в такой ситуации отныне будет прописан в законе. Передаваемым документам и информацией относятся копии решений общего собрания собственников о принятии такого решения, договора об открытии специального счета, банковского счета, документов о проведении капитального ремонта, информация о начислении выплаченных взносов, информация об отсутствии задолженности по кредитам и займам. Спецсчет дома – это проявление гражданской сознательности собственников, отмечают специалисты. Однако у медали есть оборотная сторона. Мне докладывали, что на счетах вообще деньги залеживаются. Они даже собрали, ни на ремонт не направляют, ни никуда не направляют. Пройдет год или полгода, люди зададут, деньги отдали вам, а кто пользует нашими деньгами? У нас сегодня 4185 домов, которые хранят свои финансовые средства в общем котле. Потом 547 домов, которые открыли специальные счета, но они выбрали хранить свои деньги также. В региональном операторе и у нас всего 323 квартирных дома, это которые открыли специальные счета банки. То есть это практически менее 5% от общего количества. Для сведения скажу, что процент собираемости взносов у нас растет, хотя я считаю не такими темпами. Сегодня он превысил уже более 72%. По специальным счетам этот процент составляет менее 50%. Объяснил такую ситуацию министр тем, что региональный оператор тщательно ведет претензионную работу. О претензиях и жалобах, правда уже со стороны бизнесменов, говорил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии. Он подвел итог работы за прошлый год. Вместе с количеством предпринимателей в 2015 году выросло и количество обращений к омбудсмену. Если в 2014 году вообще в пятерку проблемных вопросов не входили вопросы контроля надзорных органов, то удивительным образом, но в 2015 году такие вопросы возникали в первую очередь на втором месте административные споры в сфере земельных отношений, на третьем месте административные споры в сфере недвижимого имущества. Также в антирейсинг попали проблемы налогов и уголовного преследования. Кроме того, нередко наказание бывает несоразмерным с нарушением. Приведу пример одного предпринимателя. Он занимается выращиванием племенного молодняка Кур. Сотрудники Управления Федеральной Миграционной Службы на него наложили 12 протоколов на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей. Это сумма за то, что он своевременно, просто своевременно не подал информацию о увольнении своих сотрудников и о том, что они выехали за пределы Российской Федерации. Михаил Игнатьев поблагодарил бизнес-омбудсмена за работу и отметил, что поддержка малого и среднего предпринимательства сейчас в приоритете у правительства республики и страны. Министр здравоохранения озвучила новость, плохую для курильщиков и хорошую для тех, кто не хочет дышать дымом. Дело в том, что регионам страны дано право дополнительно ограничивать курение в общественных местах. И Чуваша этим правом воспользовалась. Вводится дополнительное ограничение курения табака в следующих общественных местах. В местах на открытом воздухе, на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них. На расстоянии менее чем 15 метров от входа в подъезды многоквартирных домах, в местах проведения массовых мероприятий и ярмарок в дни их проведения, в подземных и надземных пешеходных переходах, в границе территории скверов и парков. Нарушителей новых норм ждут штрафы. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с главой администрации Урмарского района Александром Тихоновым готовность к весеннеполевым работам и эффективность освоения средств в государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. Михаил Игнатьев заметил, что старт весенней полевой кампании в Чувашии уже дан. Александр Тихонов сообщил, что посевную урмарские сельхозтоваропроизводители встречают во всеоружии. Они сейчас получили по-гектарную поддержку. Все получили, они очень рады. Уже приобретают минеральное удобрение, потому что семена 100% в объеме 2400 тонн имеется. Они все кондиционные. Сейчас мы уже тоже дали заявку на получение субсидий на семена, которые элитные семена. Это предусмотрено у нас из республики 1 млн 480 тыс. рублей. Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что от своевременного проведения весеннеполевых работ зависит урожай 2016 года. Объемы государственной поддержки сельхозпроизводителей республики не сокращаются. Агрария получит ее в полной мере. Все те меры государственной поддержки, которые мы заложили в бюджете, мы сполна выполним. Поэтому просьбу передать. Мы будем встречаться в полевых условиях. И ежегодно несколько раз приезжали, встречались с земледельцами, с сельхозпроизводителями. И будем это практиковать. Чувашия получит авансы с федерального бюджета на строительство школ. Республика вошла в число регионов, в котором в 2016 году будут выделены 50% от стоимости проектов. В стране начал действовать новый федеральный проект по содействию создания в субъектах России новых мест в школах. В Чувашии этот проект стартовал со строительства школы по улице Гладково в Чебоксарах. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. Оно будет состоять из начальной школы, блока для средних и старших классов. А также двух спортивных залов и бассейна. В республике в прошлом году начато строительство нового здания школы в деревне Альбу-Сюрбеево Комсомольского района. Школа должна быть сдана в августе 2016 года. Всего же в республике к 2025 году планируется построить и реконструировать 32 школы, отремонтировать 66 школьных зданий с износом 50% и выше. Напомним, 25 марта на Всероссийском совещании в рамках 7-го Петербургского образовательного форума министра образования и науки России Дмитрий Ливанов назвал Чувашию в числе пяти регионов, которые активно строили школы еще до начала нового проекта. Это хороший такой результат нашей совместной деятельности с правительством Российской Федерации, с Министерством образования Российской Федерации. И у нас появляется возможность не только ввести эксплуатацию школу, которую мы строим в Комсомольском районе, начать школу в микрорайоне Гладково, города Чебоксара. И на первом этапе, думая, может быть, введем к новому 2017 году. Это вот амбициозные задачи, хорошие задачи, направленные на создание комфортных условий для уже городских школьников. Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшую сотрудницу одного из банков, виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщина, являясь руководителем сектора обслуживания юридических лиц, использовала свое служебное положение и умышленно похитила чужое имущество. Она договорилась с руководителем одной из фирм о передаче денег ей наличными, чтобы она затем вносила их на расчет насчет фирмы. Всего за два года ей передали 15 миллионов рублей без оформления каких-либо подтверждающих документов. Для придания законности видимости совершаемых ее действий она использовала печати и штампы банка для изготовления эффективных квитанций о внесении на расчетный счет предприятия заработанных им средств. Фактически же полученные наличным образом денежные средства она похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом она организовала мошенническую схему хищения денежных средств банка с государственным участием. Необходимо отметить, что в октябре 2014 года ОНИКС предъявил претензии банку и Банкс был вынужден возместить ущерб, нанесенный действиями своего должностного лица обществу в размере 2 миллиона 630 тысяч рублей. Также злоумышленница нанесла ущерб особо крупному размеру и обществу с ограниченной ответственностью ОНИКС в размере более 12 миллионов рублей. Противоправная деятельность Татьяны Захаровой выявлена и пресечена управлением ФСБ в взаимодействии со службой безопасности банка в рамках борьбы с преступлениями в экономической сфере, направленными против предприятий с государственным участием. Весна. Для садоводов и дачников начинаются с уборки земельных участков. Старые ветки спились, сухую траву собрать, а мусор сжечь. Именно в дни субботников у пожарных прибавляется работа. По невнимательности людей уже свыше 13 тысяч квадратных метров в республике были поражены огнем. Сжигать мусор возле села, деревень, на землях сельхоз назначений, возле авто и ЖД дорог запрещено законом. Но жители по-прежнему избавляются от сухих веток и травы дедовским способом. За последнюю неделю уже было 22 выезда по тушению пала сухой травы. Требование о запрете было введено еще в 1993 году в правилах пожарного запаса Российской Федерации. Учерк наносится нашей технике, тратятся гадючие спрашивающие материалы. Личность состава задействована на тех мероприятиях, которые не носят такой оперативный характер. То есть в данный момент может возникнуть пожар, где необходима действительно помощь будет гражданам или лицам преклонного возраста. Но мы в это время будем находиться в поле, допустим. Больше полугода в республике шел чемпионат школьной волейбольной лиги. В соревнованиях участвовали около 300 школ, городов и районов Чувашии. В республиканский этап прошли не все. Кто оказался в числе сильнейших в нашем следующем сюжете. Мастерство игрока в волейболе далеко не залог успеха. Чем сплоченнее коллектив, тем выше шансы на победу в командных видах спорта. Те, кто сумел отобраться на республиканский этап, а это более 50 дружин юношей и девушек, показали, как чувство локтя влияет на результат. Своей игрой лидеры соревнований заинтересовали всех зрителей. И сегодня тысячи больших девчонок, выходя на площадку, дарят нам массу положительных эмоций от красивой и эмоциональной игры. Участников порядка 15 тысяч за этот промежуток приняли участие. Представляете, сколько эмоций. Но самое главное, азарт. Вы уже слышите, вот у меня за спиной что творится. И слезы радости, и слезы горя, кто проиграет. Но в целом, мне кажется, вот это мероприятие у нас удалось. Шестой год подряд. Будем надеяться, будем продолжать его и дальше. В финале встретились юношеские команды Чебоксарской школы номер 61 и Арининской школы Маргаушского района. В ходе упорной борьбы счет склонился в пользу спортсменов из столицы республики. Среди девушек титул чемпионок школьной волейбольной лиги сезона 2015-16 годов достался ученицам первой гимназии города Чебоксары. В своей победе лидеры соревнований были уверены. Мы играем четвертый год, и мы очень надеялись, что выиграем в этом году, потому что мы очень много тренировали. Наш уровень довольно хороший для школьной волейбольной лиги, и поэтому все старались идти на первое место всегда. Победители и призеры по сложившейся традиции, помимо грамот, медалей и кубков, получили новый инвентарь, необходимый для игры в волейбол, а значит и для улучшения своих результатов в предстоящих сезонах. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Полномочия окруженных избирательных комиссий по Канажскому и Чебоксарскому одномодатных округах на выборах депутатов Государственной Думы были возложены на Центральную избирательную комиссию Чувашия. Такое решение приняли на очередном заседании Центра избирательной республики. Какие еще изменения произошли в выборном процессе, смотрите в программе «По существу» сразу после нашего выпуска. Гость студии – председатель Центральной избирательной комиссии Чувашия Александр Цветков. Это все новости на сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok